Сергей Козлов. Сказка про ёжика и медвежонка. А именно, как слон ходил в гости к ёжику. Однажды из городского зоопарка убежал слон. Это такая обычная история, что мне было бы даже лень её рассказывать. Если бы слон убежал днём и пошёл по улицам, мешая автобусам, троллейбусам, заходя в магазины и удивляя прохожих. Конечно же, за ним увязалась бы толпа мальчишек. Мальчишки бы свистели, улюлюкали, а один из них даже пошёл бы перед слоном, как будто он и есть самый главный. Но слон ушёл из зоопарка ночью. Быстро пересёк город, перебежал картофельное поле и скрылся в лесу. Его видел только один ночной сторож возле булочной. Да и тому показалось, что слон ему просто приснился. Вбежав в лес, слон отдышался и пошёл медленнее. Вот тут-то и начинается самое интересное. Ёжик сидел на пеньке посреди полянки и при свете звёзд строгал палочку для грибов. Медвежонок спал. Ослик щипал травку. И вдруг появился слон. «Здравствуйте!» Протрубил он. «Добрый вечер!» Сказал ёжик и так задрал голову, что чуть не свалился с пенька. Ослик поклонился и прижал уши. Медвежонок во сне перевернулся на другой бок. «Здравствуйте!» Снова затрубил слон. «Я только что убежал из зоопарка!» «Мы очень рады!» Сказал ослик и легнул копытцем медвежонка. Медвежонок вскочил, увидел слона и тут же сел на травку. «Кто ты?» Спросил он с просонок. «Слон!» «А почему ты меня разбудил?» «Я тебя не будил!» «Я убежал из зоопарка!» «А что мы будем делать?» «Как что?» «Мы будем веселиться!» «Как?» Спросил ослик. «Я хочу вас покатать!» Сказал слон и встал на колени. «Будьте добры! Будьте добры! Подвиньтесь, пожалуйста, поближе к пеньку!» Попросил ёжик. Слон пододвинулся к пеньку, и ёжик первый вскарабкался на него, а за ним ослик и медвежонок. В лапе у ёжика была палочка для грибов. Он сидел ближе всех к голове слона и поэтому стал главным. «Слушать меня!» Сказал ёжик слону. «Сейчас поехали прямо!» И они поехали прямо через лес, напевая веселую песенку. «Не на осли, не на коне мы едем прямо на слоне!» «Ни на осли, не на коне мы едем прямо на слоне!» Ослик был запевалою. Медвежонок отбивал задними лапами такт, а слон трубил. «Та-ра-ра!» «Та-ра-ра!» «Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» Ёжик дирижировал, помахивая палочкой, и так они въехали к реке. Над рекой стоял белый туман, и слон весь утонул в тумане и ничего не видел. А ёжик командовал. «А теперь немного левее!» «А теперь вправо!» Ослик с медвежонком пели песню и барабанили по слону лапами и копытами. «Та-ра-ра!» «Та-ра-ра!» «Та-ра-ра-ра!» «Та-ра-ра-ра-ра!» Трубил из тумана слон. И скоро проснулся весь лес. Вылез из своего логова и завыл волк, заухал филин, заквакали лягушки. «Кто это нам подпевает?» Спросил слон. «Не отвлекайтесь, пожалуйста!» Сказал ёжик. «А то мы налетим на дерево!» Они уже давно мчались во весь дух. Так что только ёлки и сосны мелькали со всех сторон. Слона совсем не было видно. И казалось, что ёжик, ослик и медвежонок сами летят по туману. «Жаль, что нас никто не видит!» Сказал ослик медвежонок, сказал ослик медвежонку. «Да!» Вздохнул медвежонок. И они снова подхватили песню. «Ни на ослик, ни на коне мы едем прямо на слоне!» «Ту-ру-ру-ру-ру-ру!» Глухо доносилось откуда-то снизу. Итак, они видят...